По Слуге народа и Ермаку, даже те, кто выступал против Ермака в марте месяце, это из-за документов, подписанных 11 марта, ну там были и другие претензии к Ермаку, потом появились претензии уже в конце марта по поводу вот этого скандала, возникшего с его братом. Вот депутаты из демократической платформы, Слуге народа, которые выступали с критикой Андрея Ермака, абсолютное большинство, ну кто присутствовал в парламенте, абсолютное большинство из них присутствовало в парламенте, все проголосовали за инициативу Зеленского, подчеркиваю все, все. Дальше идем, еще одна группа риска, да, поэтому как бы тема Ермака не повлияла на дисциплину голосований вот этой демплатформы, ну там не было Лераса, например, Лерас вообще в парламент не ходит, а так абсолютное большинство, особенно те, кто присутствовал, все проголосовали. То есть там нет конфликта с Зеленским и тема Ермака не повлияла на их голосование. Это вот я опровергаю один миф. Теперь, если мы говорим, допустим, там о другой группе риска, с которой тоже связывают чуть ли не развал фракции, так называемая группа Коломойского. Ну, во-первых, голосования, которые были 30 марта, они показали, что группа Коломойского, а я об этом говорил, кстати, и у вас тоже в эфирах на разных, это от 10 до 20 человек. Потому что там, как говорили, чуть ли не 100 человек, 60 человек внутри фракции «Слуга народа», именно внутри фракции, это группа от 10 до 20 человек. Так вот, мы увидели по закону, вот этому антиколомойскому закону, 17 человек не поддержало этот закон в «Слуги народа». Еще несколько человек отсутствовали. Ну, например, по-моему, Бужанского не было там, не поддержали. Заметьте, кстати, когда голосовали «Земельный закон», ряд людей из этой группы проголосовали за закон о рынке земли. Например, Александр Ткаченко, Василевская Смоглюк и противников этого закона «Слуги народа» оказалось меньше, чем по антиколомойскому закону. Ну, и там только 17 человек. Поэтому не стоит драматизировать больше сторонников Коломойского вне фракции «Слуги народа», и то там тоже не все люди Коломойского, это группа за будущее. Вот она не голосовала. Группа за будущее, за майбутние, да. Но там людей Коломойского немножко больше, и то не все люди Коломойского. Поэтому я бы не драматизировал этот фактор. Вот теперь давайте смотреть, вот вы говорите, впервые или не впервые, разрушено большинство или нет. Я напомню, что в чистом виде монобольшинство, когда решения принимались только силами фракции, оно работало фактически только в период турборежима в сентябре месяце. И то, когда принимали кондиционные изменения, тоже голосовали. По некоторым изменениям голосовал «Голос», по некоторым «Бытьевщина». Многие фракции разные. Последние месяцев пять, наверное, вот так вот, где-то с ноября месяца, мы видели, что большинство решений принимались не только слугами народа, но голосовали чаще всего. Две депутатские группы, это группа «За будущее», и потом еще была создана группа «Доверие». Часть нефракционно голосовала, и периодически, ситуативно, эпизодически, по разным законопроектам, опять-таки, «Голос» голосовал, «Бытьевщина» голосовала. И, кстати, нередко голосовала «Европейская Солиданна». Сказать, что они голосовали всегда против – нет. Они тоже иногда голосовали, когда это отвечало их интересам. Поэтому, да, но по многим решениям и раньше при необходимости слуга народа могли и сами проголосовать. Вот я напомню, например, в ноябре, когда голосовали в первом чтении закон на рынке земли, 226 депутатов от «Слуги народа» проголосовали за первым чтением. Но голосовали не только от этой фракции, но и другие. Теперь давайте смотреть. Поменялась ситуация в голосовании в «Слуги народа» в конце марта и, допустим, по сравнению с февралем или началом марта? Нет. Никаких принципиальных, кардинальных изменений. Вот сказать, что меньше депутатов стало голосовать от «Слуги народа» – нет. За одним исключением, которое вызвано было объективными обстоятельствами. Какое это исключение? Дело в том, что в конце марта, 30 марта, не было больше 30 депутатов от «Слуги народа». Некоторые намекают, это потому что там им заплатили или Коломойский сказал. Нет, не согласен. Два депутата были больны на COVID-19. И точно неизвестно, но где-то 15-20 человек были в обсервации, потому что контактировали. Это либо экологический комитет с шахлом контактировали, либо один из заболевших – это депутат от «Слуги народа». Вот либо с ним контактировали. Поэтому вот где-то, ну, пример 20 человек по причинам болезни отсутствовало, или обсервации, то есть в связи с эпидемией. И поэтому голосов у них просто физически не хватало для того, чтобы проголосовать только своими силами. Поэтому нужна была поддержка. Это объективная ситуация, и она периодически может возникать. Но если мы посмотрим, вот и по присутствующим, как голосовала фракция. Сбои были по кадровым вопросам и по бюджету на дневном заседании, на первом и очередном заседании. Там были сбои. Потому что и депутатов было меньше, где-то там было 207-208 депутатов от «Слуги народа». И по кадровым вопросам было недовольство. И по бюджету. Где-то 11 депутатов не проголосовали, потому что, причем некоторые сторонники Зеленского. Там даже большая часть сторонники Зеленского. Но, например, по образовательному бюджету они были недовольны, поэтому не проголосовали за предложение Кабмина. Как только появился Зеленский на втором и третьем, на третьем особенно заседании, в 4 часа дня, как только он появился, все решения, подчеркиваю, все решения были приняты. Да, не только голосами «Слуги народа» там потребовались, потому что им физически не хватало, но все решения были приняты. И дисциплина голосования в «Слуги народа» сразу же резко возросла. Минимум 90% от присутствующих депутатов от «Слуги народа» поддержали предложение Зеленского. Ну, приведу конкретные примеры. По Марченко, министр финансов. Если днем, когда не было Зеленского, не поддержало его кандидатуру 25 человек от «Слуги народа», как только пришел Зеленский, только трое не поддержали. А с чем вы это связываете? А с чем вы это связываете? Личное воздействие Зеленского, при нем оппозиционность не проявляют. Вот в чем отличие ситуации «Слуги народа», почему я говорю, нет никакого раскола, нет никакой катастрофы, контроль над фракцией сохраняется, его тяжелее удерживать. Проблемы появились в марте. Проблемы появились, и кризисные тенденции появились во фракции. В связи и с Ермаком, и в связи с документами, подписанными 11 марта, недовольства. Вот, кстати, я могу сказать, когда проявился глухой ропот, и где больше всего депутатов не голосовали. Я могу сказать, это не 30 марта. Это было 5 марта. А знаете, при каком вопросе? Нет, уже забыли. Вот видите? А потому что у нас все вот это обращают внимание на внешние признаки, а никто серьезным анализом не занимается. Даже из журналистов. Почему никто? Вы же занимаетесь. Вот я занимаюсь, поэтому я и объясняю. Так вот, сильнее всего вот это внутренняя фронта, недовольство проявилось 5 марта, когда голосовали отставку рыбошапки. Тогда всего 179 депутатов проголосовали за это решение, и 6 депутатов против вообще проголосовали, отслуги народа я имею в виду. Понимаете? Вот, например, для сравнения, ни по антиколомойскому закону, ни по земельному закону не было такого. Там только один депутат, по-моему, проголосовал один против. Ну, не буду делать ему рекламы. Вот он так показал свою оппозиционность. Он почти по всем там законам, но только один такой нашелся. Но при этом никто во фракции «Слуги народа» ни тогда, в начале марта, ни сейчас не вышел из состава фракции. Никто не выступил против Зеленского. Они могут критиковать. Например, люди Коломойского могут критиковать Баканова. Те, кто недоволен документами, подписанными 11 марта, ну и там по другим причинам, могут критиковать ЕРМК и публично это делают. Никто во фракции не критикует Зеленского. Для сравнения напомню, что в БПП в прошлом созыве была внутренняя оппозиция, около 20 человек, и мы многих этих людей помним, там и Сергей Лещенко, Мустафа Наем, Светлана Залищук, и Виктор Чумак и так далее. Да, ну Чумак, правда, его исключили потом. Так вот, там была группа оппозиции самому Порошенко, а здесь такого нет. Поэтому, и вот еще раз напомню, когда Зеленский приходит, 90% фракции из тех, кто присутствует, выступает в поддержку его предложений, его инициатив. Поэтому над большей, абсолютно большей частью фракции Зеленский сохраняет контроль. Минимум это примерно 180 депутатов, а по максимуму это может быть и до 235 депутатов, иногда даже больше. Ну, по вопросам, где нет противоречий, там вообще нет проблем. Главное, чтобы было на месте. Необходимо число депутатов. Так что, проблемы есть, проблемы усилились, есть кризисные тенденции, но никакой катастрофы, никакого развала фракции я не вижу. И так же скажу, что юридически ничего большинству не угрожает. Ничего. И последний вопрос, который вы упоминали, по ходу союза с Порошенко. А зачем? Для чего? С голосом, с частью депутатов, правда скажу, уточню, я это тоже знаю хорошо, не со всеми, с частью депутатов от голоса, взаимодействие, негласный, неформальный союз там есть. Я даже скажу, я просто наблюдал это, ну, я, по-моему, вас рассказывал в эфирах, я был в Давосе, я наблюдал общение депутатов от слави народа и голоса своими глазами. Я понял, что там такие хорошие, приятельские, дружеские отношения, они могут критиковать друг друга на эфирах. Но неформально и по политическим вопросам они очень активно взаимодействуют между собой. Вы бы видели, просто, знаете, такая бытовая зарисовка, когда, ну, извините за этот термин, лоханулся с одним своим высказыванием Давид Арахами, там в Давосе, как ему по-дружески помогали сформулировать ответ именно депутаты от голоса. Поэтому вот голос давно является не по всем вопросам, по Минску нет, по Минску, по Донбассу нет, а по экономическим, по социальным вопросам, там, особенно с людьми, которые тоже занимают такие прозападные позиции, которых в обиходе манипулятивно называют с подачей России, кстати говоря, с оросятами, да, так вот, там такое идеологическое единство очень сильное проявляется. Кроме того, есть еще тесные взаимодействия, особенно по вопросам аграрной реформы, по многим другим вопросам, с частью нефракционных, там где-то минимум 10, а то 10-15 депутатов нефракционных, правда, двое это свои, это Разумков и Стефанчук, они по регламенту не могут быть членами фракции, но, естественно, они голосуют, как и фракции. Да, а так вот, где-то там около десятка нефракционных голосуют, очень часто голосует группа доверия, это аграрники, сторонники земельной реформы, и по многим вопросам, за исключением тех, которые касаются интересов Игоря Валерьевича, и где есть противоречие, очень серьезное, между Зеленским и Коломойским, значит, может голосовать группа за будущее, вот такая история, а так по отдельным вопросам, иногда может и европейская солидарность, иногда у ПЗЖ, как по Степанову, поэтому возможности для формирования ситуативного большинства у слуги народа масса, вот сейчас я заканчиваю ответ, поэтому тут нет проблемы, юридически большинство у слуги народа останется, ну, как минимум на карантин, я думаю, что скорее всего, ну, мы не знаем, что будет через 2-3 месяца, всякое может быть, но на ближайшее будущее, я думаю, никаких проблем для сохранения юридического большинства у фракции не будет, это вам не коалиция, которая была в прошлом созыве, и по поводу Порошенко однозначный ответ, никакого альянса не будет, было ситуация голосования, но никакого публичного альянса не будет, более того, я вот рискну предположить, как только все эти проблемы нынешние закончатся, я имею в виду, ну, нынешние проблемы с карантином, прежде всего, не с кризисом, а с карантином, с кризисом сложится и дальше. Так вот, я думаю, что Петру Алексеевичу на всякий случай надо быть в готовности к возобновлению правового прессинга по тем делам, которые против него открыты в ГБР.